Воскресенье Причем зрелищ зрителям хватило. Кто-то из гонщиков неудачно входил в поворот, а кого-то с трассы приходилось буквально эвакуировать. Лошадок в этих маленьких машинках от 4 до 30, а максимальная скорость на этой трассе 80 км в час. Ну есть традиционные люди, которые стартуют плохо, но приезжают первыми. Ну это есть такая фишка и как бы даже великие, как с ними не борись, не всегда можно добиться результата с ними. Ноябрьск представляла команда спортивно-технического клуба «Ямалрейсинг», в которой, к слову, всего три гонщика. Сергей Черцов стал лучшим в классе Е. В нем соревнуются только опытные спортсмены на самых мощных картах. Но не всем ноябрьским гонщикам в этот день улыбнулась удача. Я еще не ездил, картинг что-то сломался, там муфта, плохо что-то. Ну вот, может, в третьем заезде поеду. А если не сделал картинг, то что? То место никакое не занял. Без победы, думаю, иду. Илья Протопопов в этот раз так и не выехал на трассу, а вот десятилетнему Илье Шашкину из Муравленка погонять удалось. Картинг – это его хобби уже два года, а привел в этот спорт его дедушка. Картинг мне нравится, потому что это очень инструментальный вид спорта. Если мы говорим о пилотировании машины в зимних условиях, это тот дрифтинг, который вообще молодежь любит. Гонщики в картинге едут весь круг в этом постоянно боком, постоянно в контролируемом заносе. А этот дрифт, он постоянно присутствует. Трос у нас замерз, мы влагу удаляем. Трос не двигался. Ремонт на ходу. Тот гонщик, который едет в машине, им жарко. Даже мы проводили, у нас получился случай в 38 градусов мороза, потому что вечером было всего 20, это было в Радужном, а на утро было 38. Мы немножко ограничили круги и все-таки гонку провели. И никто не замерз. Самому маленькому участнику гонок 5 лет, а еще в заездах принимали участие две девчонки из Нового Уренгоя и Муравленка. Пришли с маленьким сыном, старшие участвуют в помощи. А это маленький, ему уже немножко интересно, уже как бы он старается тоже на машинках посидеть. По результатам соревнований первое командное место, и это уже традиция, у гонщиков из Нового Уренгоя. Вторую у спортсменов из Муравленка, а на третьем команда из Сургута. Следующие гонки пройдут уже через две недели в Новом Уренгое.